Ну вот мы выходим из Перевального в ночные походы. Пройдем на Горотау, потом уйдем на Бурунчу, сейчас мы идем по Гулиновому ручью на Буковый кордон. Вот я, да, сейчас тебя сниму. Артур просил поснимать. Ну все. Понятно, я б тоже. Итак, мы добрались до первой точки отдыха. Мы тут сейчас посидим минут 5-7 и пойдем дальше. Да не, не остань. Не, тут, хотя вода рядом. Вот там у нас вот Мулиновый ручей. Это мы совсем рядышком, недалеко пару километров отошли. Да, наступают сумерки. Мы будем идти ночью. Надо будет поставить ночной режим видеосъемки, снимать ночью. Ну, в общем, вот так вот. Вот такими рюкзачинами мы прем. Тебе бы сейчас дома пили, пили бы, пили бы сейчас. Тогда уж лучше коньяк. Да, и так мы пришли на второе место отдыха. Вот оттуда мы пришли. Да, да, да. Мы пришли на родничок на подъеме к Буковому кордону. Вот такой вот родничок. Сейчас наберем водички и пойдем дальше. Вот такой вот он тут уже, конечно, разваливается. Вот так облагорожен родничок немножко. И пойдем вот туда вот в горку дальше. Ну, вот мы поднялись на Долгоруковскую елу. Все вложились, да, до темноты поднялись. Сейчас чуть-чуть отдохнем на Буковом кордоне. Тут недалеко нам осталось. И пойдем дальше. Вот так же все видно, Слава. Я снимаю. Вон, отлично все снимается. Это мы на Буковом кордоне. Это вот так тут дверь открыта, домик. Лошади. Руд. Окно тоже выбили. Домик. Уже, конечно, да, жалко отсюда убрали. Лесников. Вот из этой дикой груши наварили варенье. Вот еще оставили людям немножко. Да, ветка вся полностью целая. Еще хорошая ветка. Можно будет еще прийти, Слав. Ну, да, если успеем. Забрали закладочку с едой, которую мы тут оставляли недалеко от этого прекрасного дерева. Да, места не покажем. Да, места не покажем. Луна прямо над ней. И мы идем дальше. А это мы видим военный городок, Перевальная. Это мы уже под Терке находимся. Там дальше долина. Ага, Белогорг за деревьями. Межгорье. За деревьями. Вот так вот видно прекрасно все отсюда. Вот такая прекрасная луна у нас. Справа. Да, вот сейчас мы так посветим. Во, а ну помаши рукой. Во, видно, видно, видно. Замечательно в свете фонарика. Мы остановились. Да, стоянка под Терке. Мы на ней отдыхаем, но мы не знаем, как она называется. Тут вот на дереве, не знаю, видно, не видно, висит бутылочка. Ага, видно. Можно ручки помыть. Ладно. Отдыхану. Кое-кто тут отдыхает. Такое кострище. Ну, костер мы, наверное, полить не будем. Не будем. Зачем? Небольшой привальщик на перевале Ташхабах. Перед долгим уходом спячку. Ну, вот нашли такое сваливанное бревнышко. Тут прошел ураган, их тут много таких. Ну, это такое, объемное мне, хорошенькое. Вот, решили на нем передохнуть. Температура пока еще прессовая. Да, температура сейчас... Ну, где-то плюс 14, может быть. Плюс 13. А по ощущениям плюс 7. По ощущениям плюс 7. И вот мы дошли до Восточного Суата. Вот памятник партизанам. Вот такой вот памятник. Он у меня есть на фотографии днем. А вон она, красавица луна. Мы на Восточном Суате. Родник Восточный Суат. Ну, что-то в простонародье кровать мы. Ну, водичка еле-еле бежит. Капает, но мало. Пойдем на бочку. Ну, у нас горит горелка. Скоро будем кушать. Сейчас уже почти 2 часа ночи. Мы прибыли на место. У нас даже горит палочка. Ну, вот так вот. Тут столик такой. Сейчас мы что-нибудь поедим. Там тушенка вижу. Все будет хорошо. Потом пойдем ставить плаги. Ну, вот мы проснулись. В районе 12 дня. Вчера легли в 4. Даже, наверное, ближе к 5. Сейчас будем готовить кушать. Я иду за водой. Вон там тент наш. Видно, зелененький. Слава вот зажигает костерчик. Вон дымочек пошел. А я иду на родник. Родник называется Бочка. Вот такое здесь озерцо сделано. Для того, чтобы животные купались. Водичка там. А бочка, она называется вот, потому что просто бочка. Вот такая бочка. Вот по этой трубе вода из родника. Вот такой вот родник. Вода течет в трубу. Наполняет бочку. Вода в бочке. И получается такой родничок с запасом воды. Ну, сейчас бочка бежит слабенько. Чего-то у нас вроде дожди прошли, а родники бегут слабо. И она бежит вот в это озерцо для животных. Ну, вот так. Так, горит горелка. Закипает чай наш будущий. Или еще чего-то. Слава развел костер. Ну, вокруг нас вот такая красота. Там течет речка вот там. Не, еще не... Ну, так время будет. В следующий раз снимем шутер. Ну, и хорошо. Вот там вот этот родник бочка. А вот туда по дороге мы сейчас пойдем. Ну, не сейчас, а вечером пойдем. Так. Вот так вот. О, костерчик. Вот костерчик продолжает гореть. Мы покушали, попили чаю. Я еще даже не допил чуть-чуть. Вот такие прекрасные алорганчики тут лежат. Всегда с нами. Слава пошел за водичкой. Скоро будем тушить костер. Сейчас он принесет воды. Сейчас надо немножко отдохнуть. Слава несет водичку. Пятишку он удачно оставил нормально. Не, ну да, да, да. Молодцы, ребята, оставили тут немножко водички. Да, не бегать по 10 раз. Пятилитрович оставили. Мы его тоже оставим здесь. Ну, и костер залить, и пищу приготовить. В общем, вот так вот. Так, ну сейчас пять часов вечера. Мы собираемся выходить на Каратау. Мы все... А? Не, да мы не пойдем. Пойдем на Каратау. Надо же посмотреть ночные виды Кораби-Яйла. Да, лунные пейзажи. Мы все убрали. Оставили пятилитровую бутылочку эту. Другим посетителям, другим туристам. Очень удобно. Спасибо тем, кто ее оставил. Костерчик мы потушили. Залили водичкой. Прибавился вес у меня в рюкзаке немножко. Килограмм орехов. Все, костер потушен. Все, вот такое красивое местечко у нас было. Спасибо ему. Ну, замечательно. Там вот переходящее красное знамя. Вернее, перчатки и кочерга остаются на месте. Наверное, вниз поставить. Да, вниз поставить, чтобы вы ветром не сдувало. Ну вот, собственно говоря, и все. Обвязка на рюкзак. Все, привязано уже. Ну, все. И сейчас мы идем вот туда, в гору. Вон впереди море. Такая красивая бухточка. Шикарная. Не знаю, берет камера или не берет. Не вижу. Может, она на ветке фокусируется. Слева от моря, там, скала, горка, лепрекон. Но она ближе к Каратау. Ну, все, уходим к Каратау. Вот такие вот деревья тут растут. Вон. Сейчас подойду ко второму. Вон второе такое же. А, его видно. Все равно подойду поближе. Такие странные деревья. Их здесь очень много. Да, да, эндемики. Аборигены, да. Аборигены, короткие. А вот этому вот букву я даже не знаю, сколько лет. Древний. Продолжение о деревьях. Такое дерево. Вообще непонятно. И вон тоже сувели. Смотри, какие торчатные. Вон, 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 вон. Козел. Ага. Вон, видишь? В натуре козел, слушай. Или жирафный. Шея такая массивная. Сейчас я его попробую приблизить. Ага. Она вот туда вот. Вот мы дошли до момента, где видно море. Вон там даже береговая линия видна. Не знаю, камера снимет или нет. Вот. Море, 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 море. Все море. Продукты закончились два дня назад. Надо тут повернуться. Нам это не дойдет. Да, продукты закончились. Тут вот есть терин. Вот хороший бояришник. Он нормализует давление. До магазина еще больше 70 километров. Да. Домой еще пилякать и пилякать. И вот мы тут остатки терина сейчас подъедаем. Но это, конечно, шутка. Да, шортики-то я делал не зря. Сейчас будем купаться. Вот виды моря какие. Вон там море. Вот те два облачка над морем. Это ж вот мы сюда по стеркви заходили вон к носу, да? Да. Вот это вот перед нами демирджи. А вот по центру на стырке. Вот оттуда мы пришли. Я б тоже. Да, красота, конечно. Море. Ай, гага, красота. Ага, чаю только. Ну вот мы пришли на стояночку. Перед началом... Да, сейчас попьем чаю, конечно. Перед подъемом на каратал. Но сейчас мы туда не будем идти. Мы туда будем подниматься ночью. И ночью будем идти всю ночь в Барульче. Да, чуть-чуть рановато пришли. Вот там вот находится Терпикаба, пещерка. А мы будем подниматься вот на эту горку. Там, где стоит репер. Вон он, я его вижу. Не знаю, видно его на камеру или нет. Вот это вот первая вершина хребта Каратау. Так она и называется. Каратау. Тут на этой стоянке вот такой огромный... Это бук, да, у нас получается? Бук. Огромнейший бук. Толстенный. Вот там место хорошее, смотри, тоже ровненькое, да, ночевать. Да, так вот здесь ночевать можно, тут полян много. Вот... Легко. Только тут воды нет, слава. Решили мы, пока дождемся темноты, попить чайку. У нас горит горелка. У нас будет к чаю миндаль, кешью, курага, чернослив, финики, изюм и сладкие обалочки какие-то. А чай у нас вот такой вот будет. Лимонник, чабрец и иван-чай. Ну, в общем-то, вот так вот мы будем сейчас проводить чайпитие. Вот она, луна встала. Значит, мы идем смотреть лунные пейзажи на Карабе. Нам еще как раз подняться немножко на вершинку, и будут видны эти красивые виды. Ну, вот мы на вершине Каратау. Здесь стоит памятник к русским партизанам. Уже видно? Ну, еще чуть-чуть, еще 10 минут, и будет все прекрасно. Вот она, наша луна, практически полная. А сейчас я выключу свет, и, может, камера возьмет вот эти вот огни. Саня, а метастанция подсвечивается? Это все деревни за Караби. Конечно, камера не берет этот лунный пейзаж. Обидно. Все воронки такого темного цвета, черные, все воздушения от луны светятся, конечно, да. Как ты говоришь, Слава, этот спуск не передаст всех эмоций? Да, вот жалко, не видно, блин, всего этого спуска, подъем. Тут спускаемся еле-еле, мы спускаемся к Суату. Вот такая табличка партизанская мельница. Мы на Бурульче. Плохо видно, но это партизанская мельница. Вот действительно мельница. Поставили, наверное, в этом году. Совсем недавно, потому что я совсем недавно здесь был. Ее не было. Должны были мы сегодня ночевать на Бурульче. Но там очень холодно. На почве заморозки. Мы идем дальше. Вот дошли мы до Дедова Куреня. Стоянка 18-го партизанского отряда. Вот такой здесь памятник. Сейчас покажу сам Курень. И вот сам Дедов Курень. Такая вот постройка. Деревянная. Типа шалаш. Вот на траве и вине. Я надеюсь, его видно. Белые листья, вместо того, чтобы они были зелеными. Так что у нас уже заморозки ночью. Вот так вот. Так, ну вот мы проснулись. Вот так вот мы ночью быстренько устанавливали наш тент. Ходили мы в этот раз без палатки. Вот так вот привязали его на быструю руку. Сейчас я зайду со стороны солнышка, чтобы было лучше видно. И два спальных места. А я тоже не вытаскивал. Сейчас поймут, что на спальниках. Ну, конечно, в спальниках. А что ж ты? Вон там рюкзаки в ногах. Я даже так вот попробую. О, так тут все видно, снимает. Два спальника. Там на карематах. Рюкзаки сзади. Ну, естественно, там какая-то одежда. Ну, вот. А сейчас мы мы находимся вот в таком красивом лесочке хвойном. Просто прекрасный лес. И очень красивые елочки. На хвоя спать, конечно, приятно. Мягенько. Ну, а сейчас вот там вот у нас прекрасная стояночка. Будем пить чай, завтракать. Вот такая замечательная стоянка здесь у нас. Тут даже дровишки вот сложены аккуратненько. И вот такие красивые деревья. Вот мы в них ночевали. Сказочное место просто. Брали продуктов, блин, и всякой всячины на третий день. Рюкзак не застегивается. Итак, мы уже вышли на Долгоруковскую еллу. Идем уже в сторону дома. Я застала, да? Да, подошли к памятнику 12-го отряда. Вот такой здесь памятник. И вот мы идем туда. Вот мы тут встретили на Долгоруковской елле маленький табунчик лошадок. Позавчера мы вот оттуда прошли вот так, вот там вот поверху, поверху, поверху. Прошли под Терке, там дорога наверх, не поднимались на самый под ним, шли туда вот и ушли на бочку. Это было в среду, в ночь. И сегодня мы возвращаемся обратно. Сегодня у нас пятница. И вот мы добрались до родничка, до водички, сделав круг огромный. Мы здесь отдыхали, когда шли туда. И сейчас отдыхаем, когда идем обратно. На трех родниках, на трех дне было воды, да? Вода была последняя только на Бурульче. И все. Потом воды даже на Субботхане не было. Родник высохший. Здесь вот такой вот родничок. Здесь там иконки. Анастасик такой маленький. Ну вот такой вот родничок. Его сейчас уже видно лучше. Тогда мы же уже тут были, его слабо было видно, да? Ну да, но все равно темнее было. Да, все возвращается на круги своя. Вот мы на это месте, на котором мы первый раз отдыхали. Теперь мы все дальше уже выходим из леса. Ну, если б я знал, да я бы не пошел. Ну, это, конечно, шутка. Ну, конечно, это видео не передаст тех эмоций, которые мы испытали, проходя в этом походе. Переход ночью очень понравился. Ночные переходы. Виды на корабе с полной луной у меня на съемке немножко не получились. Не та техника. Но я думаю, они есть в интернете. Если найду, сделаю ссылочку, сброшу на качественно эти виды, снятые с хорошей техникой. Кстати, может быть, Серега снимал. Не снимал Серега, нет? Надо будет посмотреть у него. Ну, вот так вот. Поэтому наш поход. До новых волнующих встреч! Да, до новых волнующих встреч!